Магнум Я попал туда в 87-м году Не стремясь туда Я попал туда не стремясь попасть в Магнум Это было абсолютно случайно Я познакомился с Альгаду Себастьян Сальгаду Это очень интересный фотограф В то время он был На вершине своих открытий Человек давящий новый стиль Очень обаятельный Он позже ушел из Магнума И тогда он меня пригласил Сказал попробуй Это было в контексте Гораздо смешнее и наивнее Он говорит Мне кто-то послал к нему показать фотографии Я обожал его фотографии Он говорит А почему бы нет А у меня была серия Дело в том что я начал Как фотограф Моей первой фотографии Вот я был под очень сильным влиянием Тарковского Мне хотелось В моем творчестве передать его настроение Мои первые фотографии Это были натюрмоты, пейзажи Вот такая тихая музыка Мне хотелось Именно этим заниматься Но именно когда-то Познакомившись с Тарковским И разговаривая с ним Я у него спросил Кто ваш любимый фотограф Мне сказал Картя Брисун Во четкое время Точный момент Фотографии свидетельствуют Вот такая фотография Я был удивлен Мне казалось Что он чувствует свою меланхолию И так далее И вот он произнес эту фразу Я подумал Ну нет Только не я Вот так вмешиваться В жизнь людей Я лучше Знаете Я считаю Что мой взгляд Смотрел внутрь А не наружу Медитироваться на себе Мне хотелось Но тем не менее Это же повторил Танина Гуэра Который Вы знаете Это имя Танина Гуэра Его Я работал на музфильме В то время Лора Яблочкина Она была его невестой Вот они приехали Поженились В это время Как раз был И вот я познакомился С Лорой И она меня познакомила И с Тарковским И с Танина Гуэра Он посмотрел фотографии Замечательные Они красивые На их можете где угодно В Канаде Во Франции В Антарктиде Где угодно Это можно медитироваться Снимать А ты свидетель потрясающего времени Это место недоступное Ты вот ходишь с аппаратом И не свидетельствуешь Преступление Говорит И значит Я ему написал Он очень любил Вот такую Церемониальность Накую Чтобы Или факс был написан У меня с ним встреча Это восток Это восток Он подготовился к ней И вот Когда мой Новый знакомый Появился Он был рад И счастлив Он сказал Только не задавайте Мне вопросов Расскажите Как можно больше О физике О себе Чем вы занимаетесь То есть познание Любознательность Он был ужасно Страстный Конечно Он мог рассказать Какие-то истории Он немножко Отшутивался Красиво Метафорично Очень говорил Но А почему для него Было важно Создать Магнум А он Я не думаю Что Во-первых Это не он создал Скажем так Идея принадлежит Роберта Капа И она Идея Это насколько я знаю Я могу это знать Так же как и вы Из источников Он был страстный Игрок И однажды Он проиграл Крупнейшую сумму Тысячу долларов Он вздохнул Говорит Ну теперь я должен Заняться делом И у меня два проекта Я должен съездить Советский Союз И я должен наконец Создать агентство И когда он создавал агентство Он пригласил Естественно Самых лучших фотографов В то время Но цель агентства Она ясна Она проста То есть Роберта Капа Роберта Капа Я сказал Да Я проиграл Я должен съездить Он и съездил в Советский Союз И он создал агентство Вот И это был кооператив Тогда их было Три Четыре Пять Там не знаю До семи Вот сейчас какие-то письма В Магнуме Есть Фондасьон Картебрессон Фонд по-русски Да И вот В этом фонде Есть документация Я думаю Что это можно Всегда открыть Почитать И Картебрессон Принял участие Он не был Можно сказать Таким паровозом Активным Но В принципе Он основатель Да Он основатель Магнума Вы спросили Функции Магнума Цель кооператива Они хотели Сохранить Свои копирайты В той интерпретации В которой Они хотели Понимаете Потому что Часто бывает Что Редактор Вот Рунали например Рунали Одно Относится к фотографам Как допустим Доярка коровы Вот он пришел Поэксплуатировал А потом взял Что хотел Они тем самым Подняли Собственные Отношения Вот они Давали Собственную интерпретацию Они запрещали Резать свои фотографии Брать те Которые им не нравятся И заставляли Вернуть эти фотографии То есть Они дали Некую Культуру Стиль Дождь Оптимистик Чанел Смотрите в базовом пакете НТВ Плюс Редактор субтитров